Вы в курсе, что в этом году на развитие спортивной инфраструктуры в Крае направили 1 миллиард 200 миллионов рублей? Спортивные объекты шаговой доступности должны появиться в каждом районе Краснодарского края. Здравствуйте, я Инга Габешия и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей края. Итак, в рамках государственной программы Краснодарского края развития физической культуры и спорта в регионе активно развивается направление «Чемпионы детям». Его главная идея – объединять самых разных спортсменов на одной площадке в поддержку благотворительных инициатив для развития детского спорта. В этом году на Кубани продолжится и акция «Зарядка с чемпионом», уже ставшая традиционной. По количеству детей, занимающихся физкультурой и спортом, во внеурочное время Кубань занимает лидирующие позиции. В физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, только за прошлый год приняли участие около 4 миллионов человек. Также в этом году в рамках программы развития физической культуры и спорта продолжится строительство и малобюджетных спортивных залов шаговой доступности и многофункциональных спортивных площадок. В рамках программы реконструкция спортивных залов запланирован капитальный ремонт в 10 спортзалах сельских школ, но порой свои коррективы в планы руководства региона вносят нерадивые чиновники на местах. На часе контроля, который провел губернатор, говорили о спортивных объектах, по которым сорваны сроки строительства. Больше всего вопросов горячему ключу Обширонскому и Кущевскому районам. Глава региона предупредил, за невведенные в эксплуатацию спорткомплексы спрашивать будут с конкретных людей. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе сегодня главная тема часа контроля. На Кубани бум строительства физкультурных площадок, комплексов и залов. В текущем году на эти цели направят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Спортивные объекты шаговой доступности должны появляться в каждом районе Краснодарского края. Но свои коррективы в планы, как это бывает, вносят нерадивые чиновники на местах. В прошедшем году неосвоенными остались больше 100 миллионов рублей, а это примерно три новых малобюджетных спортивных комплекса. Четкий, конкретный подход здесь. Один раз срыв объекта, больше не надо из одного нерадивого зама, который курирует строительство, лишать возможности новых объектов социальных жителей всего района. Мы не можем сказать, что вы не освоили деньги, поэтому больше мы вам их не дадим. Это неправильно, это нечестно. По отношению к жителям, они здесь не виноваты, что есть зам нерадивые по строительству, которые не в состоянии освоить бюджетные средства, выделенные на строительство тех или иных социальных объектов. Жители района не виноваты. Мы начали эту работу с муниципалитетами. Как пример, это у нас город Крымск, мы в ручном режиме сейчас работаем, и глава включился в этот вопрос. Планы-то огромные. Финансово мы их все подкрепили. У нас четкий алгоритм понимания того, что деньги на эти цели предусмотрены, вопленные части уже выделены, а самое главное, они защищены. Осталось дело за малым – построить. В год мы должны построить 15 малобюджетных спортивных комплексов и 10 центров единоборств. И сегодня первые пилоты 10 районов уже готовят проектную документацию на вот эти центры спортивных единоборств, которые к 2023 году будут во всех 44 муниципальных образованиях. Игорь Галась, курирующий в Краевой администрации финансовый блок, наглядно объяснил руководителям районов, почему плохо затягивается строительством объектов. Тот, кто своевременно не делает, он по сути наносит ущерб бюджету, потому что, а, если переносится на следующий год, это применяются новые индексы-дефляторы, б, если, например, с этого года у нас увеличился НДС, и, соответственно, на эту стоимость увеличились и работы. То, что время, деньги, на себе ощутили сразу несколько районов Кубани. Сроки завершения строительства спортивных объектов в прошлом году сорвали в Абширонском, Услабинском, Кущевском и Белоглинском районах. Сейчас рискуют не успеть в Горячем Ключе. Там еще в прошлом году должны были выйти на финишную прямую, однако подрядчик до сих пор не приступил к работам. Это подрядчик, который предшественники довели, который по комфортности среди немножко нас, мы просели, уже вытаскивали за свои деньги комфортную среду. И, я думаю, он недовытянет. А насколько это повлияет на сроки, которые и так, по большому счету, сегодня уже ушли? По новой провести процедуру электронных торгов, это ориентировочно где-то август месяц. И с августа месяца начать срок, просто просим, если возможно, сдвинуть немножко сроки. Такое ощущение, что не часто это все обсуждает. И глава города, алгоритм вроде как понимает, но как по нему начать двигаться, чтобы с конкретными сроками, пока того понимания нет. Значит, не до конца что-то проработано, либо не до конца есть понимание. А значит, и результат туманный. Денис Вячеславович с Андреем Сергеевичем вместе с следующим участком контроля не просто алгоритм, а за неделю его сделаете, начинаете по нему двигаться и выйти на срок. Когда мы в «Горячем ключе» будем перерезать ленточку этого спортивного комплекса. А вот в Славянске-на-Кубани уже открыли спортивно-игровую площадку. Муниципалитеты отчитались о выполненных поручениях губернатора, которые Вениамин Кондратьев дал в ходе личных приемов граждан. За выполнением этих и других задач следят специалисты краевого управления контроля. О выполнении поручения губернатора рапортуют и в Славянске-на-Кубани. Там исполнили давнюю мечту мальчишек и девчонок, проживающих в округе Южном. На территории 16-й школы возвели многофункциональную спортивную площадку. До этого играть в футбол или волейбол детям приходилось на пустыре. Игровую зону возвели по государственной программе Краснодарского края развития физической культуры и спорта. Теперь школьники с удовольствием посещают уроки физкультуры, а в свободное время поддерживают здоровый дух на уличных тренажерах. Да, площадка очень хорошая, тут очень удобно заниматься, ворота хорошие. Новое поле сделали и удобно стало играть. Можно приходить не в другие школы, а в нашу. И можем рассказать других ребятам, какая у нас площадка. Всего за последние три года в крае открылось 43 подобные площадки. Планируется создание еще 10, чтобы молодежь могла заниматься спортом в комфортных условиях. Расходная часть бюджета Кубани на ближайшие три года увеличится на 27 миллиардов рублей. Большая часть из краевой казны будет направлена на развитие медицины, образования и спорта. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставалась регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни, отмечает губернатор Краснодарского края. Основные средства краевого бюджета уже распределены. Под каждое направление утверждена своя сумма. Как отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, это позволит вовремя проводить ведомством конкурсные процедуры. А значит, уже в апреле депутаты смогут подвести итоги реализации государственных программ. Для экономики Кубани, для отраслей, министерства, департаменты, для них все понятно, какие суммы, есть возможность проведить конкурсные процедуры. Никаких препятственных действий, так сказать, нет. Все условия созданы на сегодняшний день. Не забыли и о физическом воспитании. На создание спортивных залов в небольших населенных пунктах направят около 350 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию самбо, ведь это не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения, отметил глава региона. Для занятия этим видом спорта в крае планируют построить 10 спортивных залов. Бюджет крайне напряженный. Но эта напряженность позволяет более четко и оперативно работать и исполнительным органам власти, и законодательному собранию, и муниципальным образованием. В целях пополнения доходов и, соответственно, увеличения расходов по самым важным направлениям. Несмотря на социальную направленность бюджета, деньги направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит 1,5 миллиарда. Таким образом, Краевой фонд станет первым по объему в стране. 27 миллиардов рублей на три года. Да, напомню, это дополнительные деньги на поддержку различных программ. А еще это одновременно и возможности регионального бюджета и жизненное необходимость, считает экономист и член общественной палаты Краснодарского края Александр Полидий. Школы, больницы, малый бизнес, дороги, инфраструктура. Все это во многом пересекается со стратегией развития Кубани до 2030 года. Это кардинальное улучшение качества человеческого капитала. Ведь что такое человеческий капитал? Это не только наличие рабочей силы, это ее квалификация, это ее здоровье, это производительный труд, это возможность самореализации, это возможность здравоохранения, это активное долголетие и так далее. То есть все те аспекты здоровой, активной и продуктивной жизни людей, которые сегодня являются номер один фактором для развития вообще экономики. Не только краевой, но и российской в целом. Все это означает, что в современном мире меняются подходы к развитию экономики. Люди становятся главным ресурсом, вкладываться в который необходимо с детства. Этим во многом объясняется масштабное финансирование в крае любительского спорта. Внедряются даже инновационные решения, например, уроки самбо в школах. Бороться, так удовольствие доставляет, занимает первые места, стоит на пятистале почета. Прям нравится. К 2021 году подобные занятия намерены проводить в каждой кубанской школе. Самбо вписано в общеобразовательную программу. Учителя физкультуры специально проходят переквалификацию в профильном вузе. Но это, что называется, первая ласточка. В перспективе в крае должна заработать целая цепочка по подготовке к данному виду спорта. Конечно, для этого нужны и оборудованные залы. По спортивным комплексам малобюджетным я тоже сказал, что в этом году 350 миллионов плюсов мы тоже даем на эти малобюджетные спортивные комплексы. И очень важно, мы сегодня самбо в школах обязательным уроком делаем. У нас сегодня 300 школ на этом обязательном уроке. Не просто это делается. А у нас больше тысячи школ должны перейти к 2021 году на самбо. Но это же тоже просто даже не акция. Даже должны появиться районные центры самбо. Поэтому у нас 15 и плюс 10 в этом году мы таких же малобюджетников будем строить в районах центра самбо. Потому что те, кто в школе проходит первичную подготовку, понравилось, дальше они должны как-то реализоваться. Уже более профессионально должны быть районные центры самбо. И в каждом районе, я уверен, мы их настроим. И будет у нас 44 районных центра самбо по краю. Задачи амбициозные, но и краевая казна перспективная. От экспертов и политиков теперь часто можно услышать, что кубанский бюджет – это бюджет развития. За работу по реализации краевой программы развития физкультуры и спорта чиновники получают оценки за отставание, неисполнение и срывы госпрограммы грозит неут. В двоечниках «Горячий ключ», «Белоглинский» и «Обшерунский районы». Вениамин Кондратьев провел час контроля, на котором в деталях разобрали, где и как срывают поставленные задачи. Обычно после таких совещаний все сдвигается с мертвой точки. Как не исполнены еще два поручения губернатора и тоже по спортивным комплексам, которые не могут достроить несколько лет. Знаете, вот я вам что скажу. Вот у вас третий спортивный объект, поверьте мне, вот этот заместитель, который за это отвечает, я бы мог с вами согласиться, что что-то в первом случае не срослось. Но во втором, в третьем, эта система не срастается. Вы его просто отправьте уже там, где может быть он будет более полезнее вам, но не на этой должности, еще раз подчеркиваю, не на этой. Он не умеет элементарное сделать, даже документы подготовить, сделать так, чтобы результат был. Не умеет. А вы говорите, у него три случая подряд. Это что, снаряд случайно не падает? Здесь не может быть никаких оправданий. Дети вырастают, которые могли бы там заниматься, они уже стали старше. И в их памяти останется не отреконструированный стадион, а вот то, что сегодня есть. А это же та молодежь, которая тоже будет делать сегодня и завтра. В этом-то смысл. Вот об этом. Почему надо делать все вовремя? Ну, виноваты, как бы не снимают себя вины. Вы мне тогда скажите, когда вы приступите к строительству и реконструкции? Это будет капитальный ремонт стадиона. Ну, и я надеюсь, что мы приступим к нему, опять же, после того, как нас включат в программу. Вопросы строительства спортивной инфраструктуры решаются и на личных приемах граждан. Там же главу региона благодарят за уже возведенные спортзалы и площадки. Свой разговор с губернатором Зинаиды Якушева, наоборот, начала с хороших новостей. В станице Должанска, где проживает женщина, в этом году начнется благоустройство парка Победы. И все же для полного комфорта станичной жизни не хватает спортивной площадки. У нас одна небольшая проблемка. Нет спортивных сооружений. Жители около 7 тысяч. Но нет, вот мы хотим, чтобы небольшую помощь просим в этом направлении. Единственное место, где сегодня станичники могут заниматься спортом – это заброшенный стадион. Но при виде заросшего футбольного поля и разрушенных трибун пропадает всякое желание. Нашим ребятам, нашим футболистам элементарно нет места, где они могли бы выйти на поле и полноценно тренироваться. Министр физической культуры и спорта края Андрей Марков рассказал, что в станице Должанска уже в скором времени появится целый спорткомплекс, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. Узнав о хорошей новости, женщина с трудом скрывает эмоции. Хотел бы обрадовать заявительницу. На самом деле, Ейским районам подготовлена проектная документация на малобюджетный комплекс. И сейчас они подаются на государственную экспертизу. При хорошем распаде у нас в ноябре месяце начнется строительство. Замечательно. Зачастую проблемы, с которыми обращаются жители края к губернатору, решаются сразу на приеме граждан вместе с Вениамином Кондратьевым. В одном кабинете находятся представители профильных министерств и руководители муниципалитетов, что позволяет оперативно рассмотреть ту или иную ситуацию. То, как качественно и в срок исполняется обещание, данные в ходе приема граждан, контролирует лично глава региона. Колоссальные средства и грандиозные задачи реализацию национальных проектов в краевой столице обсуждают на специальных совещаниях с участием губернатора Вениамина Кондратьева. В формате круглых столов и без галстука встретились заместители губернатора, главы районов, руководители краевых министерств и департаментов. Исполнение всех 12 зенатспроектов «От демографии до экологии» прописано в стратегии развития края до 2030 года. Чтобы выполнить все задачи, которые прописаны в майском указе президента страны, необходимы новые управленческие решения, считает Вениамин Кондратьев. Кроме того, важно действовать в одной большой команде. Чтобы реализовать национальные проекты в Краснодарском крае, в свою очередь, разработали 42 региональных. Символично, что краевое совещание состоялось сразу после трехдневного форума «Национальные проекты. Этап реализация», которое прошло накануне в Подмосковье. Основное пленарное совещание прошло под руководством Дмитрия Медведева. По мнению главы правительства, кабинет министров и губернаторы должны поддерживать постоянный и беспрерывный контакт, чтобы достичь поставленных целей. Форум как раз был организован для оказания помощи регионам в решении наиболее острых вопросов, которые могут возникать на этапах реализации национальных проектов. Снижение уровня бедности, рост продолжительности жизни, прорыв в технологиях и в экономике – вот главные цели приоритетных национальных проектов. Об их реализации снова говорили в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел совещание с вице-губернаторами, руководителями профильных ведомств и министерств. На видеосвязи были главы муниципальных образований. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Кубань должна выполнить 42 региональных проекта. На совещании стало известно, что контролировать исполнение национальных проектов администрации края будет отдельная структура. От демографии здоровья до построения цифровой экономики – 12 национальных проектов. Это стратегические направления развития России, сформулированные в майском указе президента. До 2024 года на это планируют выделить больше 20 триллионов рублей. И что важно, все нацпроекты должны быть детально проработаны на региональном уровне. В ближайшем будущем у кубанских чиновников будет много работы. Майский указ – это нормативный правовой акт, который нужно исполнить. Президент поставил перед страной задачу, значит перед регионами, а значит перед нами, которую мы должны выполнить. А задача простая. То есть мы должны где-то кратно увеличить темпы экономического роста, ну и конечно кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов. А у нас с вами 42 региональных проектов в развитии от 12 национальных проектов, где мы максимально, каждый, я обращаюсь к коллегам своей компетенции, будет контролировать и реализовывать тот или иной региональный проект. И не просто с точки зрения административного контроля, а с точки зрения в первую очередь мониторить мнение жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему. Потому что одними отчетами наших коллег здесь я уж точно не ограничусь. Работа по всем направлениям грандиозная, а значит контроль за исполнением строжайший на каждом этапе. Губернатор дал понять, что спрашивать за реализацию региональных проектов будет со своих заместителей. 42 региональных проекта, я понимаю, что они находятся в рамках определенных компетенций изначально, но вот я бы хотел, чтобы тоже за конкретным из 42 региональных проектов был закреплен конкретный вице-губернатор и конкретное даже основное лицо, которое будет в целом отвечать за реализацию только регионального проекта. Потому что безответственно подойти к этому вопросу значит пронить безответственность. А безответственность тогда, когда нет конкретного лица, который отвечает за то или иное направление. Ведь задача сегодня, которую перед нами поставил президент, это не просто добиться в нашей с вами работе каких-то конкретных цифр или повышения, цифр или статочетности, а качество изменения жизни. Вот что сегодня стоит за майским указом президента. Это качество для изменения жизни. Люди, коллеги, вот ко всем обращаюсь, поверите, они от нас ждут неотчетности, не на сколько процентов у нас что выросло, и какие у нас цифры сегодня ждут конкретного результата в их повседневной жизни. И результаты в их карманах тоже ждут. Вот это же естественно. А это уже как следствие того, что мы с вами наработаем. Среди муниципальных образований, среди глав, присутствует очень серьезная конкуренция на самом деле. Мы не то что готовы, мы в прямом смысле даже, вот я вам говорю, боремся за то, чтобы мы участвовали в национальных и региональных проектах и программах. Это очень важно, и мы отдаем себе отчет, насколько это важно. На этапе реализации контролировать необходимо различные показатели. От того, куда и на что были потрачены деньги, до информации о том, чем заняты рабочие на строительных объектах. И здесь важно разработать адекватную систему контроля, обратил внимание глава региона. Этим займется отдельная структура в краевой администрации. Я решение сейчас принял создать управление мониторинга исполнения национальных и региональных проектов. И вот, наверное, не за счет увеличения только численности администрации, а за счет перераспределения численности администрации создать такое управление. Оно будет подчиняться напрямую мне и докладывать о ходе реализации и национальных проектов, и региональных. За исполнением целевых показателей Вениамин Кондратьев следить будет лично. Раз в три месяца ему будут готовить детальный отчет о реализации национальных и региональных проектов в Краснодарском крае. А вот в Сочи открылось региональное отделение специальной Олимпиады России. Это международная организация, которая проводит спортивные мероприятия для лиц с отклонениями в здоровье. Сегодня в Сочи на открытие регионального отделения специальной Олимпиады приехали руководители этой международной организации в Европе и России. Они отметили, Сочи идеально подходит для проведения мероприятий специальной Олимпиады. Это спортивные турниры для лиц с ментальными отклонениями. После зимних игр и чемпионата мира в Сочи осталась прекрасная база. Здесь, в Сочи, открывают новые отделения. Начинаем развивать проект объединенных школ, где люди с нарушением интеллекта и без нарушения совместно на спортивных площадках будут и уже участвуют, играют. Такие школы планируют организовать в качестве пилотного проекта в Хабаровской, Иркутской, Челябинской и Владимирской областях. Краевой отделение специальной Олимпиады в Сочи открыли по спортивному матчу на стадионе Фишт между школами-интернатами – Сочинским и Приволжским. У ребят из Ивановской области, а не в Красном, уже есть опыт игры на подобных матчах. А вот сочинские футболисты пока новички. Тем не менее, первый тайм остался за ребятами из города-курорта – 4-0. Во второй половине встреч у гостей из Приволжска счет сравняли. Встреча закончилась в ничью. А благодаря открытию в Сочи регионального отделения, теперь крупные турниры для детей с ментальными отклонениями будут проводить не менее двух раз в год. У нас есть, так скажем, центр спортивной подготовки для людей с ограниченными возможностями. Он был открыт в 2013 году. Поэтому у нас на сегодняшний день все возможности существуют, и мы в этом направлении давно работаем. Кстати, сегодня в сочинской школе-интернате занимается более 400 ребят. Как рассказали руководители специальной олимпиады, они проверят уровень физподготовки каждого ребенка, чтобы подобрать вид спорта, которым он сможет заниматься. А помимо футбольной команды, в интернате хотят сформировать сборные и по другим игровым видам спорта. А вот что о развитии спорта, в том числе и для кубанцев с ограниченными возможностями здоровья, говорит руководитель Краевого департамента физкультуры и спорта, заслуженный мастер спорта Андрей Марков. В Краснодарском крае большое внимание уделяется спорту. Вениамин Иванович Кондратьев регулярно смотрит, сам лично принимает участие во многих мероприятиях. То, что развивается спорт в Краснодарском крае, говорит о том, что программа развития физико-культуры и спорта, она не только нацелена на спорт высших достижений, она нацелена на массовый спорт, нацелена на развитие спортивной базы. Все проекты, которые сейчас поручены губернатором, они обязательно делаются с учетом доступности. Мы регулярно отсматриваем все проекты, чтобы там были созданы все условия необходимые для занятий спортсменов, не только здоровых, но и с нарушениями упорно-двигательного аппарата. И поэтому те вещи, которые сейчас делаются в крае, конечно, говорят о том, что у нас есть уверенность в будущем, о том, что все сферы спорта, все сферы как здоровых людей, так и с нарушениями, с различными, они у нас охватываются. Если говорить о том, о чем говорил Эдуард Владимирович, действительно, мы работаем над тем, чтобы спорт для людей с инвалидностью становился доступнее. Мы проводили анализ. Есть, конечно, проблема у нас в том, что и сами инвалиды зачастую хотят заниматься спортом. То есть многие обращаются за какими-то видами реабилитации. Предлагаем мы им различные виды услуг, услуги инструкторов. Но иногда их вещи граничат, конечно, с тем, что они хотят получать именно там какие-то вещи специализированные, которые лежат уже не в сфере физической культуры, спорта, а уже в сфере, конечно, здравоохранения. Но здесь однозначно мы отрабатываем все вопросы и те замечания, которые нам высказывал Совет Федерации в рамках своего приезда. Мы тоже все учли и сейчас работаем над этим вещами. Если говорить о специальной Олимпиаде, ну, во-первых, я благодарен вам, что вы выбрали именно стадион Фишт. То есть это знаковое место. Мы его называем уже «Намоленное». Оно здесь проходило, здесь и Олимпийские игры, и Паралимпийские, и Кубок Инферации, чемпионат мира. Настало время и специальной Олимпиады. Вот, поэтому это, наверное, единственный стадион в мире, который принимал столь разные мероприятия. Вот, поэтому, наверное, даже достоин книги рекордов Гиннеса. Поэтому благодарю коллег, что доверили стадиону такое весомое, значимое мероприятие. Спасибо. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий своего города и края. Всего вам самого доброго. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...